Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сейчас я вот сижу, прореживаю свои перцы и рассаживаю их по стаканчикам. И я вспомнила, что я обещала показывать все свои секреты, все свои методы пересадок, посадок. Я сейчас покажу вам, как я прореживаю загущенные посадки перца. Но сразу скажу, кто особо чувствительный, лучше не смотрите. Когда я показывала, как я режу томаты на две части, чуть только в комментариях не написали, что это издевательство над растениями. Хотя существует такой метод специальный выращивания томатов с такой жесткой пикировкой. А если уж сейчас посмотрят нежные огородники, которые выращивают там 20-40 кустиков перца, которые холят и лелеют его, посмотрят, как я с ним обхожусь, вообще меня к растреру приговорят. Лучше сразу не смотрите, кто не может вот такие действия какие-то, как им кажется, издевательские над растениями. Вот у меня перец. Я показывала, что я сею загущено. Часть я высадила в теплицу какую-то, какую-то часть уже рассадила по стаканчикам, но рассадила еще не все. И вот смотрите, тут 200 или может быть даже 300 их, я не знаю. Это карликовые сорта маленькие, они компактные, их можно садить, они позволяют себя загущено выращивать. Но все равно мне нужно их проредить. Для того, чтобы не выковыривать все вот эти 200-300, чтобы не повреждать у всех корневую систему, я делаю просто прореживание. Мне нужно, чтобы осталось вот столько их, потому что в таком виде, конечно, они угнетают друг друга, им не хватает питания. Как только их проредишь, через неделю буквально они преображаются и становятся вот такими. Сейчас я покажу, как прореживаю. Это очень просто и быстро, так как у меня объем большой, конечно, я каждую не подковыриваю. Проливается лоток, потом, вы все знаете, что семена неоднородные, растения получаются неоднородные, какие-то сильнее, они забивают остальных маленьких. Вот именно их нужно убрать. Их я распикирую по стаканчикам, а малыши, которые у них в ногах растут, они останутся. Выбираю сильное растение рывком. Вот если, например, вырвалось несколько, пусть будет и несколько, назад я уже не сажу, но обычно один-два. Корневая система при этом не повреждается, потому что грунт очень намочен. И буквально в течение пяти минут я прорежу весь этот лоток. Видите, корни даже не обрываются. Я сразу же сейчас сажу в стакан, заглубляю вот досюда, вот так вот. И все, перец он даже не успевает почувствовать, что у него была пересадка. Сейчас я сначала надергаю, потом покажу вам, какие они, корни у них хорошие. Вот видите, какие крышки. Это такая же безболезненная процедура, как и если бы вы весь грунт этот перетрясли бы, всех перетрясли бы. Но при таком способе пересадки я хотя бы не трогаю тех малышей, которые там останутся. Вот все, я надергала, выдергала самые крупные, самые сильные, которые мешали. Но это, конечно, не все, я еще буду продергивать. Посажу их в стаканчики, а те, которые останутся, они вздохнут спокойно, им будет свободно. Сверху досыплю грунта свежего с перегноем. Через неделю будут вот такие. Все, это экстренное такая, как бы сказать, ускоренное прореживание загущенных посевов перца. Переживают они ее прекрасно. Сильные, которые в стакане рассаживаю, вот они сидят вчера, которые продергивала. Сейчас я их хорошенько полью. Все, они будут через неделю готовы, уже бутончики лезут. Ну а малыши, конечно, будет тепло, выставлю на солнце, они еще догонят остальных. Все, до свидания.